В выпуске нашего цикла. Спасибо, что спрашивали и напоминали, да, куда пропал цикл и когда он возродится. Мы тут приболели немножко и вот пока разгребали накопившиеся хвосты, не получалось выходить в эфир. Праздники были, но сейчас мы снова с вами вместе и я этому очень рада. И сегодня мы с вами начнем наши выпуски возобновленные. Мы сегодня поговорим об иконографии, которую я вам задолжала, которую я вам обещала еще до Пасхи, нет, сразу после Пасхи, по-моему. Об иконографии, которая является одним из вариантов иконографии Воскресения Христова, но сегодня воспринимается как самостоятельный сюжет уже. Это Жона Мироносица у гроба. Сегодня мы посмотрим на нее. Доброе утро, очень рада видеть тех, кто присоединяется. Жона Мироносица у гроба. Я выбрала в данном случае довольно ранний вариант этой иконографии, чтобы посмотреть прямо вот с чего все начиналось. Это мозаика из церкви Сан-Аполлинары, из базилики Сан-Аполлинары, Нового в Равене, любимые мои мозаики. Там довольно развернуто показан евангельский ряд сюжетов, и оттуда можно очень много интересного почерпнуть о ранее христианском искусстве. И вот эта мозаика, она тоже находится там, наверху, над колоннами базилики. И, соответственно, мозаика доделится с VI веком. То есть это рано, ранняя датировка для христианского искусства. И прежде чем мы посмотрим с вами детально на то, что здесь изображено, несколько слов о том, почему я говорю, что это вариант иконографии Воскресенья, а не просто самостоятельный сюжет из евангельского цикла. Потому что дело в том, что мы с вами, когда говорили о Воскресенье в предыдущих выпусках, упоминали, что привычные нам сегодня варианты иконографии, сошествия во гроб, которые мы разобрали, и восстания из гроба, они сформировались сравнительно поздно для христианства в целом, то есть по меркам христианской истории. Только где-то на рубеже тысячелетий, 9-10 века, это время, когда сошествие в ад начинает выкристаллизовываться и приобретает такое широкое употребление, приобретает такую прочную взаимосвязь с пониманием, как изобразить Воскресенье, сошествие в ад. Ну и еще позднее появляется, набирает, по крайней мере, популярность восстания из гроба. До этого Воскресенье же как-то изображали, потому что праздник настолько значим, что предположить, что этот сюжет просто обходили стороной и как-то не упоминали в изобразительных циклах, но это было бы странно, и это, конечно же, не так. Воскресенье изображали с самых первых веков христианства, но изображали через символы сначала и главным символом. Кстати, возможно, вы знаете. Если не знаете, то как вы думаете? Как вы думаете? Сейчас у меня слова путаются с невривочкой. Какой именно символ, то есть какой именно, да, символ, сюжет использовался для передачи вот Воскресенье в раннем христианстве? Да, вот что, каким образом показывали Воскресенье в самые первые века христианства? Потому что Жена Мироносица у гроба – это не самый первый вариант. Это как бы следующий за ним. Это не символический, это уже такой, скажем, исторический вариант, потому что это событие, оно как бы зафиксировано в Евангелии. То есть оно было у него, были земные свидетели, сами, собственно, Жена Мироносица, и, соответственно, это событие, оно и иллюстрирует определенный этап. И, по сути, это первый как бы момент после распятия, да, вот это первый момент в Евангелии, который нам свидетельствует о Воскресенье, и поэтому вот именно он избирается как такой документальный способ, исторический способ изобразить Воскресенье. Почему не изображают непосредственно Воскресенье очень долго? Ну, потому что у этого события не было земных свидетелей, и оно оказалось таким таинственным, прикровенным, что вот прямую изобразить, приступиться к его изображению христианство очень долго не могло. Долго. При том, что, как я уже сказала, конечно же, праздник существовал с первых, там, не то что веков, лет, десятилетий, да, существования церкви, то есть с первых дней, можно сказать, существования церкви. И, конечно, значимость воспоминаний его умолить невозможно, да, и как-то переоценить невозможно. Это очень значимый праздник для христианского мира, самого начала христианской церкви. Сейчас я гляну в комментарии, и, может быть, пустая гробница, вот Ольга, я вижу, предполагает. Нет, не пустая гробница, изображали именно через, скажем, более иносказательно. Еще в катакомбах начинают изображать этот сюжет, ну, в смысле, в воскресенье изображать, но через сюжет Ветхого Завета, через историю Ионы. Если в катакомбах вы видите историю Ионы, то 99% случаев имеется в виду воскресенье Христова. Особенно хорошо это прослеживается по положению этого сюжета в, скажем, цикле катакомбных росписей, причем не единожды, а вот, в принципе, из раза в раз этот выбор местоположения, он повторяется. Очень часто история Ионы изображается в своде катакомб. Вот, представляем, да, в катакомбах были коридоры, были такие более пространные помещения, кубикулы, так называемые. Около-кубической формы, более просторные, нежели коридоры, проходы. И вот в своде, на потолке этих кубикул очень часто можно увидеть, что в центре изображен добрый пастырь, то есть символ Христа, ранее христианский, и вокруг него в четырех клеймах рассказывается, как правило, именно в четырех клеймах, то есть не просто одним сюжетом, а прям последовательно рассказывается эта история, рассказывается история Ионы. То есть эта история Ионы, она помещается, можно сказать, как центральная композиция. И, конечно, такое центральное значение имело именно воскресение Христа для христианской церкви. Имело и имеет, на самом деле, ну и для раннехристианской церкви имело, конечно, тоже. И именно через вот этот сюжет первые христиане изображали воскресение. То есть в катакомбах, по сути, видим историю Ионы, понимаем, что здесь хотели сказать о воскресении. Но, как я уже сказала, постепенно появляется вот этот способ изображения, такой более историчный, через сюжет Жены Мироносицы у гроба. Потому что первые, это первые земные свидетели, которые, да, не видели самого факта воскресения, но они, скажем, первые видели результат, да, и первые свидетели, те, кто рассказал за тем ученикам. И такие изображения, они, конечно, больше уже популярность набирают после эпохи гонений, когда вот искусство становится более таким иконографичным, да, не столь символичным, а когда вот уже более таким изобразительным, вот непосредственно, да, изображает то, что имеет в виду. Хотя какой-то жесткой границы, вот что вот исчезла там историю Ионы и стали только так, ну, ее проследить довольно сложно, и даже, наверное, невозможно, потому что этот процесс происходил очень постепенно. Но, тем не менее, данный сюжет один из ранних, как я уже сказала. И что же мы здесь видим? В общем, он довольно интуитивно читаемый, да, тут, казалось бы, о чем тут вообще говорить, все прям по Евангелию. И, в общем-то, на камне сидит ангел, который держит в руках пост, это Мерила, это один из атрибутов ангелов в иконографии, и он сидит, он, причем ангелы уже с крыльями, если совсем ранее христианское искусство мы возьмем, то ангелы там изображаются просто в виде юноши без крыльев, здесь он уже с крыльями, и он приветствует Джен Мироносец, двух женщин, которые пришли ко гробу, мы не видим у них особенно никаких сосудов, ничего, тут вообще минимум, на самом деле, каких-то дополнительных деталей, но надо также понимать, что это мозаика, расположенная достаточно высоко, то есть здесь какие-то мелкие детали, они были бы не очень уместны, их все равно невозможно было бы рассмотреть снизу, поэтому вот здесь все так по-крупному, можно сказать, сами клеймы, но они не очень большие, но, опять же, воспринимались они глазом снизу, поэтому важно было художнику сделать их читаемыми, ну и, в общем-то, это ему удалось. На что я хотела бы обратить ваше внимание, ну, конечно же, на жест ангела, который приветствует, да, это мы с вами уже знаем, что мы не путаемся, да, что это никакое неблагословение, да, это жест речи, типичный такой жест речи, когда он обращается к пришедшим мироносицам с какими-то словами, мы знаем с какими, да, с благою, собственно, вестью о том, что Христос воскрес. И отдельное внимание я хотела здесь обратить на изображение гроба, потому что сегодня на иконах воскресения и на любых сюжетах, связанных, так или иначе, с воскресением Христа, с погребением Христа, и в том числе с сюжетом «Жены мироносица у гроба», он существует, ну, этот сюжет тоже существует, довольно распространенный вот сегодня в иконографии, как самостоятельный же, да, и там всегда гроб изображается, ну, более исторично, в нашем понимании, то есть изображается кусок горы, пещера, да, и она может, ну, как правило, видно отваленный камень, камень, причем чаще всего, ну, прям камень-камень, типа как вот камень, на котором сидит архангел, да, ой, ангел, я все время его архангелом хочу назвать, на котором сидит ангел, то есть некий такой бесформенный большой валун, который вот отвален от входа в пещеру. Здесь же мы с вами видим совершенно другое изображение гроба, и вот с чем это связано, предлагаю вот пару слов буквально на этом остановиться. Вот Оксана, вижу, пишет, что вспомнила в прошлом году, вы говорили об этом на одном из эфиров, не все остается живым в памяти. Да, это естественно, поэтому мне кажется, ну, довольно актуальным возвращаться периодически к одним и тем же темам, чтобы, во-первых, можно было освежить в памяти что-то, я сама какие-то детали, бывает, заново освежаю для себя, а также для того, чтобы открыть для себя, может быть, какие-то мелкие нюансы, но новые, по-новому что-то увидеть. И доброе утро, вижу, что еще присоединяются люди, очень рада вас видеть, вот Светлана цветок прислала мне шлювом в ответ. Итак, что же здесь с гробом, да, почему он изображен именно так, что мы вообще видим перед собой? Мы видим с вами ротонду, то есть круглую постройку такую, у которой есть внутренняя часть, да, там стена, а снаружи эта ротонда окружена рядом колонн, причем, по-моему, коринфского ордера, если я не ошибаюсь, насколько тут можно, по крайней мере, разглядеть, похоже, что это коринфский ордер. И в глубине, вот за колоннами мы видим, по сути, она вся окружена колоннадой, и мы видим с вами вход в эту ротонду, четко, вполне такая, как дверь, да, от которой отвален тоже камень, мы видим отваленный камень, но этот камень не бесформенный, не валун, да, а это такое, как бы, ну, четко вытесанный по форме дверного проема, то есть камень, который должен был заглушать, как каменная дверь, но без петель, да, вот камень по форме проема, который должен был закрывать этот проем, ну и закрывал, да, а теперь вот он отвален, открыт. Почему такое изображение гроба, гробницы, собственно, Христа, место погребения Христа здесь, а не просто пещера? У этого есть, в общем-то, две такие основные причины, ну, во-первых, в принципе, в античности вот такая форма ротонды, это типичная форма для мавзолея, для гробницы значимых каких-то, ну, состоятельных людей, значимых людей каких-то, это, в принципе, типичная форма для гробницы, ротонда, именно ротонда. Кроме того, нельзя забывать, что эта мозаика шестого века уже в эпоху Константина на месте гроба Господня, на месте, на Голгофе, да, на месте воскресения Христова строится храм воскресения, строится вот эта вот памятная-богослужебная постройка, и непосредственно вот это место воскресения, оно как раз, ну, вокруг него возводится мавзолей, по сути, ну, как по, с архитектурной точки зрения, мавзолей, именно вот такой ротондальной формы, да, то есть, по сути, ротонда воскресения, и до сих пор, ну, ее так и называют, ротонда воскресения, да, она там меняла свои формы, декор со временем, но вот эта ключевая форма, она остается неизменной, ротонда. Почему для вот таких покрепальных сооружений выбирали в античности форму ротонды? Чаще всего не только, да, бывали и другие, конечно, ротонда была такая наиболее популярная и наиболее любимая впоследствии и у христиан тоже. Уж христиане тоже строили мавзолеи, и мемориальные храмы они строили тоже очень часто круглые формы, потому что круг, в принципе, в символике как античности, так и христианства, так и вообще многих, на самом деле, народов и многих религий, круг – это символ вечности, символ вечности. И, конечно, вот это вот погребальное сооружение, которое все как бы о переходе в вечность, о вечной жизни, круглой формы ему наиболее уместно, плюс это, ну, такое компактное, да, сооружение, круглая форма. Внутри, когда находишься в постройке круглой формы, то в ней нет никакой динамики такой вот, что там движение, как в базилику заходишь, да, движение по горизонтали, да, или какой-то такой, то есть она такая очень замкнутая в себе. То есть, получается, это, во-первых, привычная форма для античного мира, а VI век – это, в общем-то, еще… Ну, это формально, это уже не античный мир, потому что падение Западной Римской империи уже произошло, но Византия продолжает эту традицию, и в целом художники воспитаны на античных традициях, плюс это Равена, это Западная Римская империя, да, хотя это на этот момент Равена находилась под властью Византии, но все-таки влияния здесь присутствовали разные, ну, и что у них было перед глазами, да, какое наследие. Плюс то, что гроб Господень к этому моменту уже выглядел как ротон до воскресенья, это тоже вареный момент, и вот он вполне вероятно также повлиял на тех, кто создавал такие изображения, потому что это, ну, и это не единственный случай, это довольно такой широко употребимый прием изображать вот в ранний период христианского искусства изображать гроб Господень именно в виде ротонды, а не в виде горы с пещерой. На этом, наверное, будем сегодня заканчивать. Спасибо большое, что вы были сегодня со мной, очень рада была вас видеть, я немножко переживала, что после перерыва все потерялись и никого уже не будет, поэтому спасибо вам, что пришли, поддержали меня и за ваш интерес. Не пропустите, пожалуйста, завтра будет голосование по выбору следующей темы, следующая встреча у нас с вами в четверг, по вторникам и четвергам мы проводим теперь наши встречи, и нам нужно будет выбрать икону на четверг. Вот завтра выйдет опрос, там будет три варианта из тех, которые, по традиции из тех, которые вы нам присылаете, вы мне присылаете, да, нам в группу. Будем, ну, то есть то, что вы хотели бы рассмотреть, вот из этих вариантов мы выберем что-то одно, и именно об этом поговорим Бог даст утром в четверга. Буду ждать ваших мнений в вопросе, а также если у вас есть какие-то иконы, которые вы хотели бы видеть на этом цикле, не забывайте их присылать либо мне лично, либо в сообщении сообщества. В сообщении сообщества надежнее, на самом деле. Ну и хорошего вам дня, друзья. Спасибо и до новых встреч.